То Бог делий, яко Бог наш. ПЕСНЯ 24 липня Святая Православна Церква наша згадує пам'ять святою рівнопостальною великою княгині Ольги, яка своєю можністю і стійкостю у вірі Христової є гідним прикладом для християн усіх часів і народів. Святая Православна Церква, завершая пам'ять великій святій княгині Ольги, она називає її рівнопостальною. Почему рівнопостальною? Потому що святая велика княгиня Ольга, она внесла проповідь евангельську і потрудилась настільки, як церковь її сравнює з святими апостолами. Потрудилась в проповіді Евангелія, в проповіді вери православної, вери христианської, серед язичників. Сама княгиня Ольга, вороженець Пскова, і коли князь Київський Ігор іскав себе жінку, він вспомнил об одній прекрасній дівіце, яку я встретив під Псковом, і приїхав к неї свататися. Взяв її в жінки, але недолго було їхнє счастье, коли князя Ігоря убили враги, святая велика княгиня Ольга решила взяти в свої руки врозди правління княжеством і прославилась такими добродітелями, як милосердие, любов'ю, її полюбили її люди. Але найголовніше, вона, будучи язичницей, по жизни була христианка. І коли вже в Константинополі, в Царьграді, вона обрела мир в своїй душе, вона без сомненья принимає кріщення від рук святого патріарха Константинопольського і нарекається іменем Єлена. І вже прибув в свою землю, в своє княжество, вона вместе з собою привозит ту благодать, благодать христианської вери на цю землю. І починає там вже свою равнопостольну проповідь, свою подвижницьку життя, встроя храми, говоря людям о том, що язычество – це неспасительне, що є істинна вера, ради якої прийшов Господь на землю і дал її нам, для того, щоб ми, всі люди, їмали спасення. Але не всі були согласни з новою верою Ольги, і нашлись противники в лице бояр, дружини. І що найбільше для Ольги – це нашло спряткновення в лице її сіна, Святослава, який оставався до конца своєї життя язычником. Він разрушав те храми, які вона строила. Але не опускав рук і проповедує, і трюдясь в проповіді Евангелія, равнопостна Ольга, пример христианської життя, ці семена сіла своєму внуку Владимиру. І вже коли перед смертью Ольга ще раз просила сіна своєго принять христианство, відказатися від суетної вери язычній. Він не соглашається. І тоді вона вже пророчески говорить їм, що все рівно Русь просіяє христианство, але від тебе ждет вечна погибель. І вже передстоя гробу равнопостальной Ольги, її внук, малолетний Владимир, через него і збілось її пророчество. Коли князь Владимир крестив Русь Київську, і коли його люди називали Красним Солнышком, ми знаємо, що перед днем всегда буває ніч, перед днем всегда, перед Солнечним днем всегда буває луна, так і люди, називая князя Владимира Красним Солнышком, княгиню Ольгу називали утренней зарей, чи луною, т.е. вона була корнем вери, вона положила основання, вже князь Владимир вже цю веру відрастив, і вже ми буваємо плоди цього всього, в цих величезних храмах, в цих подвижниках, які живуть на нашій святій земі. Саме главное, що княгиня Ольга, она була мужественним правителем, она не правила як жінчина, а як благоразумний, мужественный, сильний муж, вона мала ще, кроме цих добродетелей, велику любовь, любовь к своєму народу, саме главное, любовь к Богу. І почитає її, її подвиги, ми научаємося цьому мужеству, і христианину теж должно бути присуще мужество. Якщо христианин не буде мужества, то йому тяжело буде бороться своїми страстями. Ми маємо мужество для того, щоб противостати врагу, роду человеческому врагу, який мешає нам йти ко спасению, і через любовь і веру стремитися до цього спасення. По примеру этой великой святой, равнопостольной кенгині Ольги, пам'ять, которую совершает Православная Церковь 24 июля. І Господь за її подвиги, за її равнопостольну жизнь і равнопостольну проповедь прославив нетлением мощей і святостю жизни. Почитаю її, будем молиться їй, будем всегда і пример в її жизни мати в своїм сердці, щоб подражає їй, угодити теж Богу. Ведь кожен христианин — це не просто служитель Богу, це і проповедник. Каждий христианин власне воно проповедувати своїй жизнєю, проповедувати тем родственникам, которые еще не познали Бога, проповедникам, быть всем людям, которые еще не приняли в себя Господа. Потому что если человек, христианин, будет говорить, что я христианин, и будет христианином называться только по названию, то это не настоящий христианин. Христианин должен доказывать свою веру именно делами. Делами и собственным примером. Дай Бог, чтобы мы по молитвам этой великой святой смогли действительно быть примером для всех, примером подражания, в первую очередь для своих родных, которые еще не познали Бога и которые живут с нами. Как это делала святая равнопостальная великая княгиня Ольга. Отец Максим, святая равнопостальная княгиня Ольга была, безусловно, мужественным человеком, потому что нужно иметь колоссальное мужество в то время, когда Русь лежала в язычестве и стать одной из первых христианок и не бояться проповедовать Слово Божие. Христианин – это воин Христов, он не должен знать страха. Еще мы знаем, что Бог боязливых не любит. Но, тем не менее, в человеке всегда гнездятся страхи. Страхи бывают разные. И даже христианин иногда боится что-либо сказать, даже в защиту Слова Божия, потому что, ну, чтобы не вышло скандал или конфуза, как все-таки стяжать себе мужество, не бояться? В первую очередь мы должны понимать, что Господь, Он везде присутствует. И страхи, которые возникают у человека, это от нашего маловерия. Иногда враг, который внушает нам эти страхи, вводит человека в такие состояния, когда он может отойти от молитвы. Ведь когда мы начинаем молиться, берем на себя какой-то труд духовный, тогда враг нам и посылает эти страхи. Это то, чтобы человек остановился и не угождал Богу. Поэтому мы должны быть мужественны, понимать, что я христианин, меня видит Бог, Господь вездесущий, и я должен ничего не бояться. Это, конечно, тяжело, страху мы все поддаемся по своему, опять же, маловерию, где-то малодушию. Но укрепляться в вере, просить у Бога веры, молиться, что Господи от страха враживая, измей душу мою, как учит нас церковь через святых своих угодников. Они так молились, ведь брать пример любого святого, который жил где-то в пустыне, который жил где-то в отдаленном месте, их тоже обуревали страхи. Когда в пустом месте, где никогда не было людей или зверей, враг показывал подвижнику, что идет какой-то человек или пробегает зверь, конечно же, это наводило страх. Но через крепкую веру, через понимание везде присутствия Божия, они побеждали этот страх. Есть еще страх перед врагами, есть страх, когда мы стыдимся исповедовать свою веру. То есть все эти страхи мы должны побеждать крепкой верой, упованием на Бога и любовью к Богу. Если мы любим Бога, то мы понимаем, что Господь нас не даст, мы не впадем в какие искушения, потому что все волосы, как говорит Господь, на голове вашей сочтены. И без воли Отца Небесного ничего с вами не произойдет. Не бойся малое стадо, говорит Господь. Я с вами до скончания века. Если мы будем так веровать в эти слова, что Господь действительно с нами, в любой ситуации, в любой скорби, в любом каком-то там состоянии, которое мы переживаем, то, конечно же, нам ничего не будет страшного. Так жили святые, так и учит нас Святая Церковь. Быть мужественными только через веру. Веру в Господа, веру в Его присутствие, веру в Его присутствие в нас, в каждом человеке.